всем приветики иду на второй этаж где у нас тут свет не привыкну опаздываю друзья на работу немножко но мне сейчас надо нужно машинка швейная так сейчас я ее поставлю на столик и мне нужно прострочить мама задание дала вот таких 4 штуки оберложить зигзагом вот так вот по периметру чик чик-чик потому что она же у нас артистка она будет выступать на день матери это будут ее крылья вот что-то у машине получилось маша должна была вчера что-то она говорит я разучилась на машинке шить хотя покупалась это все для нее она на трудах что-то шила сдавала работу я тоже друзья не помню уже сейчас буду разбираться надо быстренько все еще подкраситься и бегом сегодня на работу я сегодня без машины сергей уехал по делам должен был он на работу идти с утра но ему срочно надо уехать полу магнитогорск поэтому я все вылазит друзья все абсолютно и тут ну ладно сегодня если что вечером прибегу этим полью обработаю корневином чтобы они не тянулись вот это побыстрее растет кто-то отстает пока вот по бокам все молчит сегодня потому что мы еще идем вечером сейчас вот с работы сразу к маме мама нас собирает мой какой вид красивый восход мама нас собирает друзья у моей бабушки сегодня пять лет память мама зовет своего брата свою сестру и мы придем пять часов так что сегодня ничего не готовлю и ей не смогу помочь но она лапшу сварит пельмени уже вчера налепила салатики там сделать блинчики испечет и все ой ну все ладно я начинаю шить шить и тут не темно сейчас ее вниз пущу мне на кухне посветлее и там разберусь что к чему друзья катастрофа не могу с утра ничего не вижу выписали мне очки еще давно я ими не пользуюсь что-то никогда думаю не буду вот вообще не вижу о нашла это не так вставила е-мое не так вставила еще друзья у меня тоже вниз не получается хлеб представляете уже недели две не могу нормальный хлеб из печь отдала дала женщине булочку угостила и все не буду уж говорить какой хорошо знакомой ну блин ну как как вставить то я вообще не вижу даже представляете 0 хочется маме помочь вот вот так вот а что где тут лапка то блин господи ничего не пойму ничего не понятно хоть заводи интернет и смотри девчат но нету лапки где лапка пускать еще не пойму или чё то здесь же надо по моему вот так наверно это у ваша говорит все путалось тут короче пробуем берем тюль так отсюда наверно начнем и пробуем зигзагом ну господи ну где вот она пробуем у меня много тут зигзагов вот такой средненький возьмем только и крякую хожу ну а чё у меня не подключается опять у меня не крутится у них короче друзья что у меня не работает девочки помогите помогите почему она не крутится почему почему все же работает что надо сделать что-то не крутится подружки что это позвонить отдать час ей она быстро прошьет блин наверно сейчас позвоню вот ничего не идет что-то чё-то чё с машинкой новая машинка короче все друзья помнят ручки помнят как у класс друзья подхожу к своей своему магазину к своей работе мороз вообще градусов на 15 хотела пешком пройтись от дома только вышла и знакомые сигнале тогда довез меня немножко я буду вот тут вот выброси хоть пройдусь одну улочку вот но сергей ругался не хотел чтобы я пошла пешком говорит еще болеешь ночью я болею уже выздоравливаю дышать то надо ходить надо просто мне быстрее надо было сейчас сергей подъезжает там за товаром магнитогорске мне надо сказать что купить на список магазине поэтому все нормально мой прекрасно мороз шикарная погода я оделась как я не знаю дед мазай и чай напилась с медом как сустрик мокрая все еду вот у людей какие теплички они цветами торгуют вот у нас сейчас всю зиму будет топиться это теплица на они наверное огурцами торгуют выращивают свет всегда горит у них там бизнес вот такой это у нас как бы рабочая такая часть поселка уже тут мы отработали приехали к маме ну чуть чуть пораньше закрыли такой подъезд у них старый старый дом с нами на самой первой до постройки а включить до двухэтажки пить из пятиэтажек он такой уютненький чистенький старые жильцы все от чё тут от декабрист вау боже мой какой красивый ему наверно холодно здесь у тебя чуть не фокусирует не хочет не надо меня фокусировать четвертый этаж непривычные подыматься по лестницам задохнулись мы как всегда чуть-чуть опаздываем чуть-чуть привет возьми свои крылья мам сейчас полетит все тёртого этажа твои крылья на оберложили не знаю маша так сказала бока ну нет мама чё наготовила корочка дайте я слово скажу давай она беспокоилась бальзам точно или нет может кому благородице дева радуйся благодатной марии господь с тобой благословен от их женах благословен плод чрева твоего яко спасся родила еси душ наша отче наш ежи еси на небесе да светится имя твое да прийдет царствие твое да будет воля твой яко на небесе и на земле хлеб наш на сушник дашь нам днис достави нам долги нашли и мы оставляем должник мы уже дома как всегда с полными пакетами друзья от мамы курица домашняя пол курицы не съедена привезла домой завтра можно поджарить родители говорят мы не съедим прям вообще так здесь у меня блины с творогом ватрушка вот здесь курник три таких куска огромных курничка так это собачки мы собрали косточки тут каша ой 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 пельмени мама налепила целый пакет конфет дала вон всяких бальзам вот такой лечебный купила мама дала лечиться не болеть вот такой крем у Сергея что-то локоть вылетает не может сидел загибался мама говорит заберите крем прям новый он там натерся и вроде хорошее обезболивающее помогает прям противовоспалительный заберите говорит на ночь еще натретесь и завтра утром натретесь пол кило конфет короче вот так друзья от мамы приезжаем это мама наелись конечно вообще вон блинчики много блинчиков и ватрушка с творогом я прям обожаю все с творогом обожаю это завтра курочку можно на сковородку с луком вкусняшка сейчас я пельмени уберу домашние такие крупные мама налепила вкусные вообще сначала поплакали конечно а потом уже смеялись на поминках так наверное на следующий год представляете нашей бабушке было бы сто лет в мае пять лет назад она умерла сейчас ей значит девяносто девять минус пять девяносто четыре года да она умерла я как привидение в окне у меня Сережа что-то температурить начал вообще завтра у нас были планы не знаю как они осуществятся нет ли пока не буду говорить чтобы как скажу а то ничего не получается великие наполеоновские завтра были дела ну не знаю пока губу поджало он болеет Сергей пока молчу друзья ой ну все сейчас буду все убирать друзья ближе вот так вот всем до свидания ну точно как привидение всем пока до новых встреч до скорых встреч не болейте друзья мои не болейте все разболелись что-то пока пока